Валентина Серова Не скипетр и держава, а дом и семья. Это выполненный Серовым вариант, авторское повторение. Портрет, подаренный царем царице, висел в Зимнем дворце. Он погиб, как и сам Николай, от рук революционных масс. А государева-тужурка уцелела. В Александровском дворце в Царском селе висит в гардеробной мышиного цвета китель полковника Преображенского полка. Основной рабочий костюм последнего императора. По своему складу Николай II вполне мог бы плавно превратиться в конституционного монарха. Самый добропорядочный русский правитель, совсем не жадный до власти, он всем искренне желал добра. Но также искренне был убежден, что Россию спасет только самодержавие. Политический консерватор к техническим новшествам века Николай Романов очень чуток. Сразу принял автомобиль и царский гараж в Крыму считается лучшим в Европе. На 25 машин Мерседесы и Делано Бельвили. А после удачного старта российского автопрома государь покупает себе и отечественные русобалты. Императрица не любила самоходные коляски. И в окрестностях Ливадийского дворца император обычно катается с детьми. Дорогу из Ливадии и сейчас называют Романовское шоссе. Николай унаследовал твердость монархических убеждений отца Александра Третьего, но без его могучей властной воли. Самодержцу, который выше всего ценит частную жизнь, трудно сохранить самодержавие. Лев Толстой в письме Николаю Второму. Самодержавие есть форма правления отжившая, могущая соответствовать требованиям народа где-нибудь в Центральной Африке, но не требованием русского народа, который все более просвещается общим всему миру просвещением. В царской семье четыре фотоаппарата. Сам государь пристрастился к съемке крымских пейзажей. Тогдашняя любительская съемка для профессионала, как сейчас моментальная, уже возможна съемка с рук, не обязательно со штатива, проявкой и печатью. Сам любитель не занимается, может посылать негативы на фирму, получать назад готовые отпечатки. И вот появляется царский вид террасы. Развитой русский капитализм, как полагается строю частной инициативы, уменьшает роль государства и государя. Николаевская эпоха – это времена Николая Первого. Четверть века правления Николая Второго называют по-разному, но только не именем последнего императора. Не он был творцом эпохи. Он жил в ней, как в этих дворцах, просто следуя привычкам людей своего достатка. Антресолями, соединенный с покоями императрицы, кабинет Николая Второго в Александровском дворце в Царском селе. Но ничего в нем нет царского. Великолепный образец модерна – это мог быть кабинет преуспевающего коммерсанта или адвоката, или писателя. Похожий кабинет был у одного из самых модных людей эпохи – писателя Леонида Андреева. И ничего дворцового в кабинете нет. Он мог быть в роскошной квартире на Каменноостровском проспекте, в особняке на островах или на богатой даче. Бильярд выдает в хозяине кабинета военного. Не было тогда русского офицера, который не любил бы играть на бильярде. Вот и полковник Николай Романов был заядлым бильярдистом. Когда начнется мировая война, на этом бильярде будут раскладывать военные карты. Этот фотоснимок в предреволюционной России разошелся сотнями тысяч открыток. Знаменитые писатели Горький, Андреев, Бунин и с ними самый знаменитый человек империи – певец Федор Шаляпин. Все сошлось в шаляпинской славе главного героя эпохи. Непревзойденный бас, гениальный актер в оперных спектаклях, популярнейший исполнитель романсов и русских народных песен, красавец-барин в роскошных шубах. Горький о Шаляпине. Такие люди, как он, являются, чтобы напомнить, вот как силен, красив, талантлив русский народ. Национальная гордость в России живет на две столицы. В Москве – дом на Садовом кольце, в Петербурге – квартира на Каменноостровском проспекте. С двадцатого века начинаются мировые звезды, примерно одинаково известные всему цивилизованному человечеству. У них мировые гастроли, с ними работают мировые компании, знаменитая марка «Голос его хозяина» – «Собачка слушает граммофон». Этот альбом пластинок был издан в Соединенных Штатах в 1908 году. Та же фирма выпускала патефоны, граммофоны. Эта музыкальная машина называется «Виктрола». Уникальный золоченый экземпляр был подарен Шаляпину фирмой в 1912 году на десятилетие их сотрудничества. У таких машин рупор спрятан здесь. Как большинство людей своего круга, Шаляпин часто ездит на Капри. Там они с Горьким ловят рыбу. Маленький итальянский островок – один из центров русской жизни. Постоянная русская колония здесь уже тысяча человек, и к ним еще приезжают гости. Горький притягивает всех – от радикальных политиков – Плеханов, Ленин, Дзержинский – до классических писателей. Судьбами Родины заняты и те, и другие. Иван Бунин потом первым из русских получит Нобелевскую премию по литературе за воссоздание русского характера, а начинается оно в эти годы. Деля жизнь между Капри и Орловским имением, Бунин пишет одну беспощадную повесть за другой. Первая из них – «Деревня». «Всеохватная» – это название деревня. Бунин мог бы сменить и на еще более всеохватная Россия. У него в поезде на сто страниц, сто действующих лиц, и все соотнесено друг с другом. От древних князей до актуальнейших революций пятого года, монополий на водку, Первой Государственной Думы. Новый русский, начало 20 века, Тихон Красов, стал уже хозяином того имения, в котором его дед был крепостным. И что толку? Счастья не стало больше, тоски не стало меньше. А все ищут и русское счастье, и русскую правду, а правдолюбцы еще твердят, что только мужик знает особый русский путь. Брат Тихона Красова, Кузьма, едет со станции, его подвозит войщик, который поначалу заломил аж 7 рублей, но потом согласился везти за рубль 50. В дороге после долгого молчания вдруг произносят, а говорят, Макаров-то жив, только не велел сказывать. Это значит, адмирал Макаров, погибший в недавнюю русско-японскую войну на броненосце Петропавловск, каким-то чудесным образом спасся, и это хочется хранить в тайне. Кузьма только плечами передернул. Бог знает, что в этих степных головах. Максим Горький. Помимо первостепенной художественной ценности, деревня Бунина заставила задуматься уже не о мужике, а быть или не быть России. Особая традиция русской элиты – зорче смотреть на родину из Европы. На Капре Бунин живет в отеле Квисисана. Ныне он богато перестроен. Бунин приезжал жить на Капре три зимы подряд. Тогда можно было на гонорар за одну повесть о русских мужиках в деревне, жить здесь месяцами и писать следующую повесть такую же – Суходом. Семья владельцев отеля хранит письмо Горького – благодарность за сотрудничество с русскими писателями. Сам Горький, в очередной раз поменяв виллу, живет на улочке, ведущей к бухте. Горький спускается туда каждый день в перерыве между работой над циклом «Русские сказки» – серии рассказов про то, как ничего путного в России не получается и получиться не может. Закончив свою пятнадцатую русскую сказку словами «Сказка не кончена, но дальше нецензурна». Горький все-таки пишет дальше, шестнадцатую, последнюю сказку. «Жила-была баба, скажем, Матрена, работала на чужого дядю, скажем, на Никиту, с родственниками его и со множеством разной челяди. Кроме сих вредных окружали Матрену многие бесполезные, сочувствуют долготерпению Матрене, но глядят на нее со стороны и умиляются. Многострадальная ты наша убогая. Некоторые же в полном восхищении восклицали. Тебя, говорят, и аршином измерить невозможно, до чего ты велика. Тебя и умом не поднять, в тебя, говорят, только верить можно. Подсыпался к ней кузнец, но не нравился он Матрене. Человек вида ненадежного характера, дерзкого и говорит, как будто хвастает. Только, говорит, в идейном единении со мной сможете вы, Матреша, перейти на следующую стадию культуры. Там Матрена в конце концов спасал герой. А потом оказалось, что герой этот мучитель еще похуже дядьки Никиты. А Матрена его целовала, ублажала, ласковые речи говорила. Милая ты моя, Гарибальди итальянская. Кромвель ты мой, Аглицкий. Бонапарт французский. А сама тихонько плакала по ночам. Господи, господи. Я-то думала, и в самом деле что-нибудь будет. Оно вот что вышло. И совсем последняя ремарка от автора. Позвольте напомнить, что это сказка. Бухта, рыбацкие лодки. По пляжной гальке ходят передовые русские люди. Всеми мыслями они на своей заснеженной родине. И вдруг оттуда бомбой долетает ужасная весть. Друг и товарищ Федор Шаляпин встал на колени перед царем. В Мариинском театре на поклонах после Бориса Годунова хор опустился на колени, прося присутствовавшего на спектакле царя о прибавке к жалованию. Теперь поклонимся. Не ожидавший этого Шаляпин последовал примеру хористов. Скандал вышел грандиозный. Шаляпина считают предателем. Горький Бунину. Надо иметь душу каменную, чтобы жить, когда Федор Шаляпин, гений народный, становится на колени перед Николаем Романовым, бездарнейшим из людей. Горький в письме Шаляпину. Как позорно представить тебя, гения, на коленях перед мерзавцем, гнуснейшим из всех мерзавцев Европы. Широкую огласку инцидента и единодушное осуждение демократических кругов назовут даже травлей гения. В очередной раз на Капри Шаляпин едет с тяжелым чувством. В порту Капри еще нет пирса. Приходящие корабли останавливаются неподалеку, и пассажиров с них доставляют на остров на шлюпках. Горький своих гостей обычно ждет дома, в крайнем случае выходит на набережную Ленина и Шаляпина после размолвки. Горький встречает, выплывая на лодке к пароходу сам. Шаляпин расплакался и был, конечно, прощен. Он ведь и вправду не знал о манифестации хористов. Высшее шаляпинское благорасположение, концерты по заявкам друзей. Горький обычно просил волжские песни. По воспоминаниям, лучшее выступление на Капри, на ужине, который в ресторане своей гостиницы устроили Бунин с женой. Приезжая, Шаляпин пел и на виллах Горького, к восторгу собиравшихся вокруг вилл толп. Но здесь, в большом зале отеля Квисисана, уже не домашний, а такой настоящий вечер-концерт. Музыкальность Шаляпина бесподобна. Он мог на память под фортепианный аккомпанемент исполнять целые оперы. Всего Дон Карлоса, всего Бориса Годунова, всю Хованщину. Здесь он бесчет успел арий, романсов, русских песен. Шаляпин тогда общепризнанно лучший голос мира. Жив был король, когда придет в глаза жива. Мада. К Первой мировой войне Россия с остальной Европой шла 20 с лишним лет. Николай II был непосвященным в секреты наследником престола, когда Александр III тайно заключил оборонное соглашение с Францией. После смерти отца Николай наносит во Францию императорский визит. Союз двух стран получает огласку. День приезда русского императора республиканцы-французы объявляют выходным. На 75% снижены цены на железнодорожные билеты до Парижа, чтобы все могли приехать посмотреть на лучшего друга Родины. В дни визита русского царя более миллиона провинциалов побывали в Париже. Это улица Гринель в доме 79 тогда находилось русское посольство, сейчас это резиденция посла России. По всему маршруту следования кортежа в день приезда окна в домах были сданы в наем. Причем в самых лучших местах, как в этих домах, которые прямо напротив посольства, цена доходила до 5000 франков за окно. По нынешнему курсу это было бы 900 долларов. Николай Второй в письме матери вдовствующей императрице Марии Федоровне. Встреча в Париже была необыкновенная. Я могу сравнить ее только с выездом в Москву. Под выездом в Москву подразумевалась коронация. С того времени считается, что на западе русских больше всего любят французы. И у двух стран и народов исторически особые отношения. Самое волнующее событие визита Николай Второй закладывает мост Александра Третьего. Мост имени своего отца, основателя Франко-Русского Союза. Это общепризнанно самый красивый мост Парижа. По одну сторону нимфы Невы, по другую сторону нимфы Сены. В следующем году французы будут строить в Петербурге мост через Неву Троицкий. И, конечно же, в газетах пишут про наведение мостов и даже про свадьбу гальского петуха и русского медведя. У русских на свадьбе молодым желают совет да любовь, у французов желают сердечного согласия. И это слово «согласие», «энтент», «антанта», станет названием военного союза перед будущей Первой мировой войной. Бывшие союзники России, Германия и Австро-Венгрия хорошо понимают, против кого этот союз. Германский кайзер Вильгельм Второй в письме Николаю Второму. Дрожайшие Ники, если Франция будет продолжать подстрекать, ты окажешься вовлеченным в самую ужасную войну, какую еще не видела Европа. Вильгельм Второй доводился Николаю Второму троюродным дядей. Они называли друг друга Вилли и Ники. Но династическое родство хорошо для мира. В войну о нем забывают. К тому же с английским королем Георгом Пятым родство ближе. Он доводился Николаю Второму двоюродным братом. Похожи друг на друга Жоржи и Ники были как родные и очень этим гордились. Англия, союз Франции и России поддерживает тайно. В Лондоне осторожничают, но вражда с Германией превыше всего. Принципиальная Россия не смогла остаться в добрых отношениях и с Германией, и с Францией. А война между ними двумя неизбежна. Другой соперник Германии, Англия, ее вступление в союз доформировало Антанту. Война давно тлела на Балканах, все не разгораясь в мировую. Австро-Венгрия в 1908 году захватила Боснию и Герцоговину. Россия тогда еще могла вступиться за братьев славян. Но Столыпин считал, что развязать войну значит развязать силы революции. И обиду проглотили. Теперь не было Столыпина, а пришел черед Сербии. С нею особо враждует Австро-Венгрия, поддерживаемая Германией, а Сербию поддерживает Россия. Так что цепная реакция неизбежна. Повод для схватки тефтонов со славянами представился показательный. В захваченной Боснии, в Сараево, серб Гаврила застрелил австрийского наследника Фердинанда. На выстрелы из револьверов Сараева обстрел Бенграда из дальнобойных австрийских орудий. Только первый ответ. 31 июля, всеобщая мобилизация в России. 1 августа, Германия объявляет войну России. 2 августа, Франция объявляет о поддержке России и начинает мобилизацию. 3 августа, Германия объявляет войну Франции. 4 августа, Англия объявляет войну Германии. В войну втянутся 38 стран с населением в полтора миллиарда. 1 августа, Англия объявляет войну Германии. 1 августа, Англия объявляет войну Германии. Россия войну встречает с восторгом. Царский манифест оглашают в тронном зале Зимнего дворца. Затем государь появляется перед ликующим народом. На балкон Зимнего дворца Николай выходит, уже выслушав 10-минутное «Ура!» зало. Но площадь она еще более воодушевлена. Огромная толпа с иконами и портретами императора разом становится на колени и поет «Боже, царя храни!» Посол Франции Марис Палеолог. «Для тысяч людей, которые здесь повергнуты, царь действительно есть самодержец, отмеченный Богом, военный, политический и религиозный глава своего народа, неограниченный владыка душ и тел». В царском манифесте про единство веры и крови со славянскими народами, а Австрия напала, открыв бомбардировку беззащитного Белграда и предстоит заступаться за родственную страну и за положение России среди великих держав. В Петербурге толпа громит посольство Германии еще до начала своих боев с немцами, мстя за обиженных сербов. Чем ответили в наши дни на бомбардировку Югославии толпы людей, пришедшие к посольству США? Ну, пришли они к посольству, ну, бросали в него бутылки с тушью или чернилами, помидорины, сырые яйца. Тут это все надо спрятать и не смешить людей. Тут в посольство ворвались, содрали со стен обивки, разбили стекла, вышвырнули через окна всю мебель и унялись только, когда скинули с крыши двух огромных бронзовых коней. Они стояли там, где сейчас чуть ниже по преемственности надпись «Дреснербанк». Через месяц после начала войны Петербург переименовывают в Петроград. Прежде немецкая «Бург» в названии столицы никому не мешала. Еще зимой лидер правых в Думе предупреждал царя, что война вызовет страшное потрясение. Еще в июне кадеты голосовали против увеличения военного бюджета, но в августе патриотический подъем захватил всех и вся. Король русских поэтов Игорь Северянин. Тогда ваш нежный, ваш единственный, я поведу вас на Берлин. Только партия большевиков выступила за поражение российской монархии в войне, а ее лидер Ленин выдвинул лозунг «Превращение империалистической войны в гражданскую». Но таких экстремистов тогда никто не слушал. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА На Германию, своего главного противника в мировой войне, Россия выступает разом на двух направлениях. Первая армия наносит удар немецкому корпусу у границы, но наступление не развивает. Вторая армия продвигается вглубь Восточной Пруссии, не то что не встречая сопротивления, а даже не увидев противника, не сделав ни одного выстрела. Сейчас польский Ольштен, а тогда немецкий Алленштайн, самый крупный город в Восточной Пруссии, который занимают русские в августе 2014 года. Войска входят в город, движутся по улицам, а мирная жизнь на них как шла, так и идет, будто ничего не случилось. Открыты магазинчики и кафе, полно прохожих, попадаются даже мамаши с колясками. Люди на вражескую пехоту смотрят с некоторым изумлением, но без враждебности. Все кругом чужое, что с этим теперь делать, непонятно. Уже пройдено 50 верст от границы, все пешком. Противник по-прежнему неизвестно где, и подступает смутная тревога. В Восточную Пруссию двинулись, спасая союзников французов. Громя их, немцы наступают на Париж. Правительство эвакуируется в Бордо. Первый успех русских встревожил Германию. Противник перекруппировывается. Из немецкой инструкции. Передвижение русских крайне медленное. На русском фронте можно позволить себе маневры, каких нельзя с другим противником. Восточная Пруссия. Германский локоть в глубине Польши. Расстояние между русскими армиями на немецкой территории почти 100 верст. Согласованности никакой. Радиопереговоры между командующими не шифруются. И немцы бьют русских поодиночке. Первой армию Самсонова. Ту, что заняв Аленштайн, двинулась еще дальше. Растянутая армия Самсонова получает удары по флангам и в тыл. Десятки тысяч солдат, штаб и сам командующий попадают в окружение. Это потом назовут Самсоновской катастрофой. Видя неминуемость плена, генерал Самсонов покончил с собой. Отступая, штаб во главе с командующим заблудился в лесу, где-то близ городка Вилленбурга. А тут топкие мазурские болота, место опасное, спешились. Офицеры шли в потьмах, держась за руки. Спички кончились, компаса не разглядеть. Решили уж здесь и заночевать. Где-то за соснами выстрел. Тело Самсонова в темноте не могли отыскать, ждали рассвета. А на рассвете началось новое наступление немцев. Немцы Самсонова и нашли, и похоронили. Через год вдова генерала с помощью Красного Креста сумела вернуть останки в Россию. В Восточной Пруссии только плененными Россия теряет 130 тысяч солдат. Но поражение заслоняет победа в Галиции. Там прорван Австро-Венгерский фронт и взят Львов. Вот оно, объединение земель русских. Вернуть Галицию мечтала еще Екатерина. Победа стоит 200 тысяч человек. У противника потери вдвое больше, а надежд на быструю войну не остается ни у кого. Через год Галицию сдают обратно. С весны до осени 15-го года русская армия отступает. Техническая неготовность ужасающая. Не все солдаты имеют винтовки. Отдается даже приказ насаживать топоры на длинные рукоятки и вооружать пехоту этими средневековыми секирами. Наконечники для казацких пик заказывают в Америке. Немецкое превосходство в пушках в разы, в снарядах в десятки раз. За два года войны под германской оккупацией оказываются десятки губерний Российской империи. Вся Польша, вся Литва, большая часть западной Украины, большая часть западной Белоруссии. Железнодорожный транспорт едва справляется с военными нуждами. Эвакуация, грузы для фронта, переброска войск. В Петроград везут лишь половину необходимого продовольствия. В Москву и того меньше. После череды поражений 15-го года, беря всю ответственность на себя, Николай принимает обязанности верховного главнокомандующего и выезжает в Ставку в Могилев, почти забросив государственное управление. Николай Второй в письме жене из Ставки. Тебе надо быть моими глазами и ушами в столице. На твоей обязанности лежит согласие среди министров. О, бесценное солнышко! Я так счастлив, что ты, наконец, нашла подходящее дело. Но излишне эмоциональное, без всякого опыта, лишь интуитивно оценивающая людей, свой и чужой, императрица Александра Федоровна никак не годилась в управленцы, когда введение сухого закона расстраивает финансы, а госконтроль за ценами на продукты вызывает продовольственный кризис. В Петрограде за годы войны продажа мяса сократилась в четыре раза. С 16-го года вводят карточки на сахар. На Невском и здесь, на Загородном проспекте, возле булочных очереди за хлебом. А до Первой мировой войны Россия вообще не знала, что такое очередь. Императрица закончила медицинские курсы, превратила Екатерининский дворец в царском селе в госпиталь и вместе со старшими дочерьми работает в нем сестрой милосердия. Император впервые со времен Петра Великого лично возглавляет армию. При нем Ангел-Царевич в звании рядового. Потом Алексею всерьез присвоят ефрейтора. Но чем далее, тем более непопулярны и война, и власть. Генерал Япончин на службе трех императоров. Прежде армии были кастовыми. При новых условиях, когда воины ведет не одна армия, а весь народ, нельзя вести воины, цели которых были бы непонятны. Третий год, заступаясь за сербов и свой престиж, погубили всю кадровую армию. Части комплектуются из резервистов и новобранцев. А 400 тысяч солдат русского экспедиционного корпуса отправлены во Францию в обмен на ружья. Для потомков единственное известное имя Первой мировой войны – Брусилов. В начале мая 16-го года в лиственных лесах Волыни, возле города Луцка, стоит такая же тишина. Линия фронта здесь не менялась уже почти год. На самом деле, новый командующий Юго-Западным фронтом генерал Брусилов готовит наступление. Русские по ночам копают траншеи от своих окопов к неприятельским, а к утру маскируют их ветками или дерном. И когда между своими позициями неприятельскими остается не километр, как прежде, а метров 200 и даже 100, после артиллерийской подготовки пехота идет, бежит даже в Брусиловский прорыв. Атака совершенно неожиданная. Линию фронта прорвали на 300 с лишним верст в длину. Брусилов наступает все лето 16-го года. Брусилов в письме жене. Ты не можешь представить количество писем, телеграмм и образков, которые я получаю, и сколько людей молятся за нас. Как жаждала Россия победы хоть где-нибудь и как-нибудь. Весь 16-й год немцы бьются за французскую крепость Верден. Отсюда прямой путь на Париж. Брусиловский прорыв ставит Австрию на грань краха, и Германия спасает союзника 34-мя своими дивизиями, 11 из которых перебрасывает прямо из-под Вердена. Брусиловский прорыв не поддержан другими русскими фронтами. И к осенью 16-го война снова становится позиционной. Брусиловский прорыв переломил войну в пользу Антанты. Но России эта польза не принесет. А Брусилову вековечит скорее как самого известного царского генерала, который после революции пошел служить к большевикам. Первая мировая – это и первая русская война, в которой счет потерям, убитым, раненым, попавшим в плен, идет на миллионы. А в массовом сознании она почти забыта. При советской власти даже маршалы не смели надевать свои георгиевские кресты, а кавалерами были и Буденный, и Жуков, и Рокоссовский. Вся Европа уставлена памятниками Первой мировой войне. А у нас таковым при желании можно было только считать надгробие генерала Брусилова в Новодевичьем монастыре. Убить святого черта кто только и с какой только целью не собирался. Результативный заговор сложился на высшем уровне. Князь Феликс Юсупов, двоюродный брат царя, великий князь Дмитрий Павлович, известный монархист, депутат Госдумы Владимир Пулешкевич. И из высших побуждений избавить от скверны династию и Россию. Специально к приезду Распутина в Юсуповском дворце делают особый вход в подвал. И там комнаты внизу превращают, как выражают, в некое подобие изящной бонбоньерки, то есть раскрашенной коробки для конфет. Князь Юсупов заманивает Распутина в гости. Тайно, ночью. Орудием убийства избран яд. Слоновьи дозы цианистого калия готовит Станислав Лазоверт, доктор из санитарного поезда Пуришкевича. Сюда в полночь спускаются заговорщики. Толстые стены должны поглотить любые звуки, даже если придется стрелять. Для потомков события той ночи окажутся самыми знаменитыми в богатой истории одного из роскошнейших дворцов Петербурга. Доктор Лазоверт отравил вино и пирожные. Прочие участники заговора сидят наверху, ждут развязки. Распутина принимает один князь Юсупов. Юсупов почует гостя два с лишним часа, но яд почему-то не действует. Господа, чистый калийцан. Осталось, тихо. Распутин уже собрался было уходить, и тогда Юсупов стреляет ему в спину. Услышав выстрел, заговорщики быстро спускаются вниз. Сволочь! Из воспоминаний Пуришкевича. На шкуре белого медведя лежал Распутин, а над ним, держа револьвер, совершенно спокойно стоял Юсупов. Вывести тело хотят попозже, когда улицы совсем упустеют. Заговорщики поднимаются из подвала, видимо, выпивают, отмечая свой успех. Потом Юсупов возвращается на место убийства, и начинается знаменитый триллер. Распутин будто оживает, князь его только ранил. Из воспоминаний Юсупова. Внезапным и сильным движением Распутин вскочил на ноги. Он бросился на меня, пытаясь схватить за горло. Нечеловеческим усилием я вырвался из его хватки. Комнатка восьмигранник на лестнице, хитроумная ловушка. С думы, раз Путин бежать, здесь среди множества отражений не скоро найдешь выход. Но Распутин сумеет как-то миновать ловушку одним махом. Юсупов обезумел от страха и может лишь звать на помощь. В дело вступают остальные соучастники. Вроде Распутин еще только что лежал бездыханным. А теперь он бежит под вору. И далее разночтение в воспоминаниях участников событий и в тех догадках, которые следуют из материалов следствия. То ли Распутин, который бежит здесь за оградой, все четыре раза стрелял в Пуришкевич. Два раза промахнулся, а потом, что из силы укусив себя за кисть трупы, чтобы сосредоточиться, все-таки выпить-то немало, два раза попадая. То ли два последних выстрела делает великий князь Дмитрий Павлович. Одна пуля угодила Распутину в спину, другая в голову. В конце века такой выстрел в России будут называть контрольным. Эта поездка Распутина в гости закончилась примерно здесь, где сейчас этот стенд Юсуповский дворец приглашает. На выстрел явился городовой. Ему сперва говорят, что пристрелили взбесившуюся собаку, потом прямо заявляют об убийстве Распутина. И слухи уже наутро поползут по всему городу. Императрица Александра Федоровна в письме мужу. Ты можешь представить наши чувства? Наш друг исчез. Я не могу и не хочу верить, что его убили. Да жалится над нами Бог. Император выезжает из Могилевской ставки в столицу. Высшее общество смерть Распутина встречает с восторгом. И убийцы недолго отказываются от лавров спасителя Отечества. Да и бессмысленно запираться. Конспираторами они оказались никудышными. С удаленного Петровского моста через Малую Невку тело сбросили в прорубь. Сепьи и гири привязать к нему забыли. Поэтому их просто кинули следом. Потом, пошарив по тьмах машине, обнаружили свалившуюся с Распутина галошу. Ее тоже кинули туда. Но галоша в прорубь не попала. Осталось лежать на льду и по ней, и по пятнам крови. На мосту следствие быстро обнаружит труп. Вскрытие покажет, что Распутин погиб и не от яда, и не от пуль. Он захлебнулся в воде. То есть в прорубь его бросили еще живым. Тело всплыло через сутки почти на этом же месте. Из медицинского освидетельствования тело Распутина. Кроме пулевых ран в спину и голову, огромная рваная рана в левом боку, сделанная ножом или шпорой. На судебный процесс царь не решился. Князя Юсупова отправили в родовое поместье, великого князя Дмитрия на Кавказский фронт. Прошение о его помиловании подписали все члены императорской фамилии. Николай им категорически отказал. Убийство Распутина, ничуть не поддержав монархию, еще более отдалило от царской семьи многочисленную романовскую родню. Венценосные почитатели старца Григория остались совсем одни. 22 февраля 1917 года Николай II на неделю выезжает из Петрограда в свою ставку верховного главнокомандующего в Могилеве. В тот же день в царском селе царевич Алексей заболел корью, от него заразились сестры, все четыре великих княжны. А на следующий день в Питере начались волнения из-за нехватки муки. На загородном проспекте хлеба уже и вовсе нет. Разозленные горожанки бьют в витрины булочных. Хлеба – самый мирный лозунг тех дней. Волнения быстро перерастают в политические выступления и всеобщую забастовку. Власти сначала не понимали настроение в городе, а потом растерялись перед размахом событий. Солдаты столичного гарнизона массово переходят на сторону восставших. Михаил Калинин в воспоминаниях. Солдаты кричат, где вожаки? Ведите нас! Я поднялся на площадку. Если хотите вождей, то вон, рядом кресты. Вождей надо сначала освободить. Русской Бастилии вообще-то считалась Петропавловская крепость. Но тюрьма кресты, хоть и не крепость, а тоже выглядит неприступной. И освободители идут на таран. Здесь на набережной лежал фонарный столб. 20 солдат поднимают его, разбегаются и в ворота. Из тюрьмы слышны крики «Да здравствует свобода! Ура!» С третьего удара ворота разлетаются пополам. Уголовники спешат вскрыться, а политические просят у солдат винтовки. Председатель Госдумы Радзянко посылает телеграмму императору. В столице анархия, правительство парализовано. Николай ему даже не ответил, отдав приказ начальнику гарнизона завтра же прекратить беспорядки в столице. Но царской власти в Петрограде больше нет. Огромная толпа стекается к Таврическому дворцу. Там в здании депутаты Государственной думы на срочном заседании решают, как быть. Сказать «мы с вами» значит возглавить восстание. Сказать «мы против вас» толпа захватит дворец. Бог знает, что сделает с депутатами. За всех решает самый скандальный думец Александр Керенский. Он выходит на это крыльцо и объявляет толпе, что отныне Таврический дворец, центр и штаб восстания. То, что планировали, готовили, но все не могли совершить поколение революционеров, происходит само собой. В Таврическом дворце возникает Петроградский совет рабочих депутатов, вроде бы по одному представителю от завода. Первый советский указ. Образуются солдатские советы. Они теперь хранят и выдают оружие. Депутат Госдумы Мансыров. С первых же часов допущено было постоянное присутствие в здании думы организации, самочинно присвоившей себе наименование Совета депутатов, но фактически бывшей лишь кучкой подозрительных субъектов. Уяснив, наконец, грозный характер событий, в страшном беспокойстве за семью, император 28 февраля отправляется из Ставки в Царское село и Петроград. Едет, как всегда, со свитой двумя эшелонами. Поздним вечером на станцию Малая Вишера первым прибывает Свитский поезд. Выясняется, что дальше, к Царскому селу, двигаться нельзя. Там уже станции Любань и Тосно в руках восставших. Решено остановиться, ждать прибытия государя. Свитские отдают распоряжение взять станционный телефон и телеграф, расставляют здесь на перроне своих часовых. Царский поезд приходит в Малую Вишеру за полночь. Там все спят, Николая будят. Внешне он очень спокойно выслушивает это грозное сообщение. Ему, хозяину земли русской, не дают по ней проезда. В дневнике запишет стыд и позор. Приказывает ехать в Обсков. Литерные поезда попятятся задом наперед. Сначала царский, потом свитский. Пошли последние сутки русской монархии. Со всех сторон, окруженная воюющими друг с другом большими странами, маленькая нейтральная Швейцария живет как будто на другой планете. Чистенькая до стерильности, благополучная и дорогая. Российские социал-демократы сгрудились в немецкой Швейцарии. Ленин, который до войны жил в Австро-Венгрии, не мог там больше оставаться, как российский подданный. Он переезжает сначала в Берн, потом сюда, в Цюрих. Ленин желал войны. Стабильность начала десятых годов не оставляла ему никаких шансов. А война могла бы довести ситуацию до революционной. Ленин в письме Горькому, январь 1913-го. Война Австрии с Россией была бы очень полезной для революции штукой. Но маловероятно, чтобы Франц Иосиф и Николаша доставили бы нам сие удовольствие. О таком счастье русского революционера, как война Германии с Россией, Ленин тогда, очевидно, и мечтать не смел. Теперь воюют все, но проходят год за годом, а революция все не вспыхивает. Ленину уже пошел 47-й год. А чего он добился? Все та же политиммигрантская бедность, скитание по чужим углам, никаких перспектив. В безнадеге может самого трудного для себя 16-го года, Ленин снова просит швейцарскую полицию продлить ему срок пребывания в стране на очередной год. Как минимум до 31 декабря 1917-го. По этому адресу. Цюрих, Шпигель, Гассе, 14. Ну, действительно, куда и зачем ему отсюда ехать? Из Швейцарии нельзя даже письмо послать прямо в Россию. Пользуются каналом через нейтральную Швецию. Человек 20-25 большевиков, давно оторванных от родины. Ленин в России не был больше 10 лет. Как можно влиять на события дома, чтобы вернуться туда вместе с победой своих идей? Единственное средство от отчаяния – страстная ленинская вера. Наше дело правое. Ленин из доклада в Народном доме Цюриха. Ближайшие годы в связи с войной приведут в Европе к народным восстаниям. Фольксхаус. Народный дом в Цюрихе. Такой городской ДК. Каким он был, таким и остался. Ленин столько раз предрекал грядущую революцию. А все никак не сбываются его пророчества. Вот и выступая на этот раз, он повторяет победу революции, конечно, неизбежно, но делает оговорку. Может быть, мы, старики, не доживем до решающих битв будущей революции. Это сказано в январе 1917 года. До революции в России остается полтора месяца. О событиях в Петрограде в Цюрихе узнают 2 марта. Ленин сразу рвется в Россию. Эта революция – его последний шанс. Положение дел он представляет слабо. Думает, что царь готовит контрпереворот и ради этого может пойти на сепаратный мир с Германией. Но с немцами договаривается сам Ленин. Как врагов российской власти, Германия соглашается пропустить большевиков через свою территорию. Германский МИД послу в Берни о проезде русских политэмигрантов. Групповой транспорт под военным наблюдением. Дата отъезда и список имен должны быть предоставлены за 4 дня. Вот список имен под условиями депортации. Первыми стоят Ленин и фрау Ленин. В день своего отъезда из Сюриха русские большевики собираются здесь, в ресторане «Церингер». Поиск у них был в 3.10, они здесь встретились в 12.00 ровно. Накануне Ленин еще раз выступает в народном доме. Ленин говорит о русской революции, до которой он все-таки дожил, употребляя понятие «вунда», «чудо». Ничем другим он ее объяснить не может. Сидя здесь, в ресторане уже перед самым поездом, большевики принимают написанное Лениным прощальное письмо швейцарским рабочим. И в нем про еще большее чудо. О том, что русская революция – это только первая ступень мировой революции. Из обращения как бы следует, что Ленин – творец и этой русской революции, и будущей мировой, он в самом центре событий. На самом деле Ленин только в начале очень рискованного предприятия. Он понимает, как компрометирующе выглядит его договоренность о проезде через вражескую Германию. И совсем не представляет, что его ждет в России. Уже на перроне Цюрихского вокзала Карл Радек вроде бы говорит Ленину при отправке. Владимир Ильич, через полгода или мы будем министрами, или нас повесят. В отношении самого Радека сбудутся оба предсказания. Он и войдет в состав большевистского руководства, и будет репрессирован в конце 30-х годов. Прибыль. Отъезд императора в Ставку разделил августейшую семью. В роковые февральские дни у императрицы в царском селе на руках больные дети. Связь с императором прервана, и хуже страшных новостей из столицы мучают неизвестность и невозможность поддержать друг друга. Ох, мой Бог. Что же делать? Восстал не только Петроградский, но и царско-сельский гарнизон. В Александровском дворце нет света и не работает телефон. Бежать из Александровского дворца некуда. Вокзал в царском селе захвачен восставшими. Думают об обороне. Все царицыно войско, батальон пехоты, две казачьих сотни и два орудия. Николай Второй в дневнике 1 марта 1917-го. Доехать до царского не удалось. О мысли и чувства все время там. Как бедный Алекс должно быть тягостно одной переживать все эти события. Помоги нам, Господь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Царский поезд откатывается к Пскову. Там командование Северного фронта с генералом русским во главе. Когда царский поезд приходит вопреки обыкновению, никто из военного или гражданского начальства его не встречает. Наконец, из дверей вокзала, словно нехотя, появляется генерал русский. Прибытие царского поезда остается словно незамеченным. Хотя в городе всем об этом известно. Император часто прогуливается в одиночестве по перрону, но на него будто не обращают внимания. За сутки во Пскове совершенно обыденно Николай подписывает три акта. Об ответственном министерстве, то есть о правительстве, ответственном перед Государственной Думой. Об отречении от престола в пользу сына своего Алексея, об отречении от престола в пользу брата своего Михаила. Эпоха тронов и корон в России кончилась. Отречение от престола первым предложил председатель Госдумы Радзянко в телефонном разговоре с генералом русским. Разговор рассылается другим командующим. Все присылают ответы «за». Во имя спасения России и удержания армии на фронте нужно пойти на отречение. Добивались передачи престола Алексею. Так по закону и царевич популярен в армии и народе. Исцеление наследника было бы чудом. Но после разговора с врачом Николай решает отречься и за себя, и за безнадежно больного сына. Этот текст станет манифестом. Царский поезд – это последняя императорская резиденция. Здесь и дворец, и ставка верховного главнокомандующего. Уже став просто Николаем Александровичем Романовым, он опишет события того дня в дневнике. Последняя фраза навсегда в истории. Кругом измена и трусость, и обман. Но прежде последнее монаршее деяние – манифест. Николаю прислали проект манифеста. То есть Николаю указали, что именно он должен сказать России на прощание. Но Николай составил свой текст. Из манифеста отречения Николая II. Почли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение сил, и признали мы за благо отречься от престола государства российского и сложить в себя верховную власть. Великий князь Михаил Александрович не был даже предупрежден о передаче ему короны. Николай, извиняюсь, послал младшему брату телеграмму, адресованную уже царю Михаилу II. Михаил отрекся на следующий день, предоставляя будущему учредительному собранию определить государственный строй России. Александра прочла манифест мужа в газетах и не поверила. Потом, когда они смогли поговорить по телефону, решила, что Николай отречением сохранил для себя Россию, семью и Бога. Восьмого марта во дворец приезжает генерал Лавр Корнилов. В этой палисандровой гостиной, он говорит императрице, на меня выпала тяжелая обязанность сообщить вам об аресте. Императорский конвой сменяет охрана, дворец превращается в тюрьму, всю ночь бывшая царица сжет в камине бумаги письма и дневники. Девятого утром, наконец, приезжает Николай. Уже тогда всем было ясно, будущее не сулит бывшим императорам и империи ничего хорошего. Россию провозгласит республикой еще временное правительство, 1 сентября 1917 года. Потом большевики заключат с немцами сепаратный Брестский мир и лишат страну огромных территорий, нажитых веками, а царскую семью расстреляют. Но уже два года спустя новая власть вернет почти все и даже попробует взять назад Варшаву. А новый договор с немцами 1939 года вернет и Прибалтику, и Бессарабию, и даже Галицию со Львовом, о чем мечтала еще Екатерина. Только с Великим княжеством финляндским не получится. Русский генерал и финский командующий Маннергейм подстоит независимость своей малой родины. Потом, по итогам Второй мировой войны, вассалами Советской империи станут и Варшава, и Прага, и Будапешт, и полберлина, и полбалкан, и уцелевшие мигранты-монархисты будут восторгаться. Так далеко мы никогда еще не заходили. Империя в зените своем составит 15 советских республик и 30 стран советского блока, а власть останется царской, а рост вширь и ввысь все сочтут национальным характером и национальной идеей. Корона Российской империи в Гохране Российской Федерации. В 1700 году царь Петр I начал Северную войну, после первых побед в которой его назвали императором. Сперва англичане, знающие толк в империях, потом, после победы окончательной, Петр и сам принял на себя это звание. С тем, что основанная 300 лет назад Российская империя сегодня жива, согласны и ее сторонники, и ее противники. Для одних империя ответ на первый проклятый русский вопрос, что делать? Для других империя ответ на второй проклятый русский вопрос, кто виноват? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова